Здравствуйте, дорогие зрители! Это видео-проект «Ужин с Славьёвым». Это психологический видео-проект, в котором я провожу интервью, беседу со специалистами в различных направлениях психотерапии на всякие разные интересные темы. И та тема, которую мы сегодня выбрали для беседы, звучит следующим образом. Как можно быть собой? Как можно следовать за своей мечтой? И что нам в этом мешает? Каждый человек имеет в своей жизни выбор следовать за своей мечтой или следовать за ожиданиями других. Какой выбор правильный? Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы делаем программу в серии видео-проект «Ужин с Славьёвым». Это видео-проект, где мы meet профессиональные психологические, и мы расскажем различные темы. Тема сегодняшнего программа – «Как можно быть собой и следовать своим мечтам?» С кем мы будем обсуждать эту тему? Кто героиня сегодняшнего выпуска? Кто героиня сегодняшнего выпуска? Знаете, мне везёт встречать очень хороших специалистов в своей жизни. Я не знаю, какой специалист я, судите, не мне. Но мне везёт на встречу с очень хорошими людьми и специалистами из разных городов, из разных стран. Я хочу представить вам Сабину Волкман. Это специалист из Германии, которая сейчас живёт в Ирландии, и она работает как фельденкрайс-практик и как хакоми-тренер. Я раскрою вам маленький секрет. Ну, я женщина, я не удержусь, поэтому сразу же раскрою вам секрет. Когда мы готовились к интервью, Сабина кое-чем поделилась. Сабина по своей первой профессии, Сабина – музыкант. Это то, на чём настояли её родители. Но впоследствии Сабина смогла пойти за собой и за своими желаниями. И она стала уже специалистом в психотерапии, в хакоми-методе, в фельденкрайс-системе. Так что Сабина – это человек, который смог сделать такой выбор в жизни, пойти за собой. И мне кажется, беседу на такую тему очень важно проводить с человеком, который изнутри знает, как это сложно – идти за собой, за своими выборами, особенно если твоё окружение может быть против. Так что мы знаем, что Сабина смогла следить своим способом и следить своим идеям. И я думаю, что она правильная человек, чтобы поговорить сегодняшний вопрос. Потому что она действительно она, которая знает, как трудно следить своим мечтам, когда ты окружена людьми, которые не поддерживают их. Спасибо за согласие на интервью, Сабина, и добро пожаловать в Москву! Спасибо, здесь очень приятно находиться. Спасибо, что пригласили меня! Ну, я думаю, что это не столько выглядело так, будто мои родители заставили меня заниматься музыкой, но скорее это было связано с тем, что я не знала, чем хочу заниматься, когда закончила школу. Ну, я думаю, что это не столько выглядело так, будто мои родители заставили меня заниматься музыкой, но скорее это было связано с тем, что я не знала, чем хочу заниматься, когда закончила школу. Я думаю, что с очень раннего возраста я научилась скорее следовать инструкциям, особенно инструкциям моей мамы. Я думаю, что мои родители на самом деле были очень поддерживающими, они меня очень поддерживали, но в то же время у них была своя программа, свое видение того, что хорошо, что не очень. Поэтому у нас, например, были уроки музыки, уроки балета. Это, конечно, все было хорошо, но я, например, училась играть на флейте, потому что моя мама играла на флейте, а мой брат учился играть на велончели, потому что папа играл на велончели. И позднее, когда я уже выросла, я думала, я осознала, что я была так счастлива играть на велончели, но я научилась играть на флейте, потому что это то, что мне предлагали. Я полагаю, что наше самоощущение и ощущение своих желаний начинает развиваться на очень ранних этапах жизни. И, depending on how the environment, how especially our parents, our caregivers react to our wishes, we learn very early on, if we have a voice, if we can do what we want, or if we are curtailed, or things are not allowed, or if there is no interest. И в зависимости от того, как наше окружение, главным образом наши родители и взрослые, которые о нас заботятся, реагируют на наши желания, мы начинаем понимать, можем ли мы что-то делать, есть ли у нас голос, или нас, допустим, ограничивают, и мы не чувствуем себя свободными в выражении желаний. И я думаю, что делают здесь, это как это адаптируется, автоматически адаптируется к окружающей среде, в которой растут. Потому что нам известен только тот мир, в котором мы растем. Это и есть наш естественный, нормальный мир. И, не зная ничего иного, мы полагаем, что весь мир таков. И, конечно, я думаю, если мы растем в среде, которая очень нас поддерживает, той, где, что бы мы не захотели, нам разрешают это, то мы растем с более ясным ощущением себя. Конечно, конечно, это будут接下來, но если что, в качестве ребенка может быть oranges, например, то подсоз וא� turf ребенка может быть scriнемся в стail и форме небольшого цвета, не внутри которого, потому что плохого ребенка очень захотел, или того, чтобы ela не Era я член, борется к нам, или нет, ноitude mother, свой личный способ думать о ребенке. Я думаю, это будет некоторым упрощением, но тем не менее, если ребёнок получает другой опыт, когда родители стремятся направить его в каком-то направлении, которое выбирают сами. И это происходит не потому, что они такие плохие или не хотят лучшего для своих детей, но потому, что скорее эти направления больше соответствуют их образу мысли. То в таком случае ребёнок всё больше и больше учится тому, что его настоящие желания, они не так уж и важны. И так как это единственный способ, который известен ребёнку, то когда мы вырастаем, мы не тянем за собой эти способы жить и эти виды адаптации на взрослую жизнь. Получается тогда, что ребёнок во имя любви, чтобы получить родительскую любовь и одобрение, как будто отказывается от себя, от своих желаний, можно сказать, от реализации того, что он хочет. И так случится, что в течение того, что в течение того, как родитель, он не хочет, чтобы получить родительскую любовь и любовь. И он не делает то, что он хочет, не следует его желание. Да, я думаю, что в течение того, как родитель, мы очень сильно зависимы от родителей. И я думаю, что в течение того, как родитель, мы не можем прожить родительскую любовь и любовь. Да, я думаю, что каждый ребёнок хочет получить, нуждается в родительской любви и принятии. И это естественно, все человеческие существа стремятся к принятию любви, стремятся к тому, чтобы быть видимыми. И в случае, если естественным путём ребёнок не получает родительскую любовь, то, конечно, он ищет другие способы её получить. И возникает тогда вопрос во взрослости. Если ты что-то хочешь, у тебя есть какая-то цель. Вот это то, что ты хочешь на самом деле, твоя истинная цель. Или это какой-то внутренний невротический голос звучит и навязывает тебе делать то, что ты на самом деле не хочешь. И в следующий вопрос, когда ты хочешь что-то, когда ты хочешь, то это что-то, что ты реально хочешь? Или это какой-то внутренний невротический голос, который возникает на тебя, действует на тебя, действует на тебя, действует на тебя, действует на тебя. Я думаю, что мы часто не знаете, как мы не знаем, как мы думаем, как мы-то не знаем, как мы-то не знаем, что мы-то иногда не знаем. и мы может иметь что мы хотим, но иногда это смысл может быть из-за украшения в том, что мы пытаемся узнать о себе, потому что мы научились узнать о себе, чтобы И я думаю, я полагаю, это связано с тем, что нам очень часто неизвестно, не знакомы те способы, которыми мы адаптированы к жизни. Мы думаем, что то, как мы живём, ну это просто такой вот способ жить, в то время как большинство адаптаций, они происходят бессознательно. И поэтому порой чувство, ощущение того, что мы что-то хотим, которое у нас иногда возникает, может происходить и от неких убеждений, которым мы научились следовать, когда были детьми, и когда подобным образом нам необходимо было заслуживать родительскую любовь. И иногда, конечно, мы идём в согласие, живём в согласии с происходящим. Ну, например, как я, когда я не знала, чем заниматься после школы, и тогда моя мама сказала мне, ну, а почему бы тебе не пойти учиться музыке, и потом ты будешь, например, обучать детей тому, как им играть на музыкальных инструментах. Ну, и, в общем, это мне подошло, мне это нравилось. Но, когда я посетила семинар по одному дыхательному методу, по дыхательной терапии, это было так вот прямо, вау, вот где по-настоящему бьется мое сердце. И тогда у меня стало очень быстро и ясно, что я хочу пройти обучение в дыхании или телесной терапии. И мне уже повезло, потому что я могла это сделать. Поэтому иногда у нас возникает вот это чувство того, чего бы мы хотели. Но даже когда у нас возникает это чувство, могут проявляться какие-то другие внутренние голоса или вот это ощущение неспособности, которое будет препятствовать нам в том, чтобы мы это сделали. И я думаю, это связано с нашей мессознательной организацией, с нашей адаптацией. Тело наш замечательный подсказчик-косовечек, который с нами 24 часа в сутки. Тело постоянно посылает нам сигналы и подсказки. И вот как тело подсказывает нам, когда мы хотим есть, то есть про наши такие телесные желания, да, так же тело даёт подсказки и про наши психологические желания. Мы не всегда слышим и понимаем эти подсказки, но эти подсказки тело даёт. Сабина привела прекрасный пример про тело, про то, как реакции тела помогли ей почувствовать, чем она хочет заниматься. И хочется задать вопрос, а как человеку понять, что он находится вообще в контакте с собой и живёт своей жизнью? Потому что иногда люди жалуются, что вроде бы формально в жизни всё хорошо, всё нормально, но жизнь не радует, а вот как будто ты живёшь не своей жизнью. Это большая трагедия, если человек проживает свою жизнь и тратит очень много лет, жиля вот не той жизнью, в которой бы он на самом деле хотел жить. И потом, через годы уже в пожилом возрасте, в старости может быть очень много сожалений. Что поможет понять кто ты, какой ты, что ты хочешь на самом деле? Что может помочь быть в контакте с собой? Что может помочь быть в контакте с собой? Что может помочь быть такой человек? Как как она может быть в контакте с собой или она? Я хочу привлечь метод Хакоми в нашу беседу. Это связано с тем, что в Хакоми мы действительно интересуемся нашей внутренней организацией. Это метод самооткрытия, основанный на осознанности. Это метод, в котором мы исследуем наши бессознательные адаптации к жизни. Потому что, на самом деле, это не то, что мы делаем в нашей жизни, не то, что мы думаем о жизни. Но все это определяет наши ранние адаптации к жизни. И они на довольно высокий процент нами не осознаются. И поэтому, в Хакоми-метод, мы создаваем атмосферу, которая позволяет... Атмосферу для открытия, для любящего понимания человека. Поэтому, в Хакоми, мы помогаем развивать знания про адаптации, ранние адаптации. Детские, да, для зрителей, да, точно. Ага, да, ага, так. И это помогает человеку больше раскрываться к своей собственной внутренней структуре и организации. И те небольшие исследования, которые мы проводим, помогают нашим убеждениям, нашим базовым ядерным убеждениям подниматься на поверхность. Поэтому если я знаю на сознательном уровне, и у меня есть сознательное представление о том, как я организован, то я могу найти какие-то способы, чтобы что-то начать делать по-другому. И в Хакоме мы работаем с системой убеждений, которые возникают у нас на ранних этапах жизни и с убеждениями, которые эту систему создают. И это не связано с процессом мышления, потому что мы не можем получить доступ к этим ядерным убеждениям через мышление. Но это связано с созданием вот этого доверительного, принимающего поля, пространства между клиентом и практиком. В котором практик тоже принимает на себя риск, риск того, чтобы открыться. Риск и смелость высказывать какие-то догадки о человеке. И, конечно, потенциальный риск проявлению своей человечности. И через нашу связь, через лимбическую систему клиент получает опыт подобной открытости. И в связи с этим тоже открывается больше. И, конечно, больше информации о том, как человек организовывает риск на поверхность. И вместе, в процессе коллаборативного процесса между практик и клиентом, новые возможности emerge. И, конечно, по мере того, как эти способы организации поднимаются на поверхность, вместе в этом сотрудничестве между клиентом и терапевтом открываются новые возможности. И, например, если у человека нет опыта, будучи ребенком, опыта принятия, он не очень много его получил, или его много осуждали. Пребывание в одном пространстве с практиком, который сидит напротив него в состоянии любящего присутствия. Когда практик обладает ощущением, чувством того, что его клиент, она или она, имеют право быть тем, кем они являются. И, конечно, это может позволить им получить совершенно иное ощущение из себя. Или помочь им хотя бы получить опыт другой возможности. Это очень ценно, когда появляется новый опыт в жизни. Пускай он сперва небольшой, пускай он в контакте только с терапевтом и в кабинете, но потом возникает эффект генерализации, этот опыт расширяется дальше. Субтитры создавал DimaTorzok